В этом видео бесплатный плагин для конструктора Elementor, линия времени или по-другому, вот перед вами отображение контента, такого вида. Мне показалось плагин интересный и я решил сделать на него обзор. Возможности добавлять заголовок, описание, свои картинки, но самое главное, это все дело у нас имеет отличный адаптивный мобильный дизайн. Вы это видите сами, все красиво, компактно смотрится, ничто никуда за края не ускакивает. Давайте рассмотрим более детально настройки данного плагина. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Для тех, кто не знает, у кого нет времени, кто сомневается, вы всегда сможете заказать сайт у меня, позвонив мне бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Номер сейчас вы видите у меня на экранах. Звоните, давайте обсудим ваш проект. А я возвращаюсь к теме урока. Давайте найдем данный плагин. Переходим в плагины, добавить новый в админке WordPress. В поле поиска я вбиваю название плагина, вот так он называется. Находим его здесь, нажимаем установить, активировать. В данный момент у меня он уже активирован. После этого вы можете сразу переходить в конструктор страниц Elementor. В данном случае я показываю на бесплатной версии Elementor. Данный плагин работает. То есть после активации данного плагина у вас будет новая плитка, виджет в общей структуре плагинов, вот этих виджетов самого Elementor. Мы переходим с вами в страницы. Я перехожу в страницу, редактировать в Elementor свою главную страницу. Раскрываем базовые плагины и после активации данного плагина вот здесь вы найдете новую плитку. Давайте рассмотрим настройки. Я просто перетаскиваю мышкой куда-то на холст данный плагин. Сразу видим уже два элемента. Они отображаются здесь. По настройке кликаем. Здесь вы можете загрузить сразу изображение. У меня уже есть какое-то изображение. По размеру можете как-то вот так вот это все менять. Вот это заголовок, видим ниже. Картинки меняете на свой. Соответственно вот это описание тоже здесь видно. Ниже оно получается. И дальше кнопки дублировать. Вот сейчас дубликат, если это будет вам удобнее. По крестику удалить или добавить элемент с нуля. Ниже вот они добавляются. Также можно местами их перемещать. Например, вот так. Мобильный дизайн он уже как бы встроен. Здесь настроек нет. И у нас остаются настройки по дизайну. Переходим здесь в стиле. Видим три вкладки. Первое. Давайте посмотрим. Title. Это цвет вот этого заголовка. Timeline. Меняется здесь. Видите, он стал синий. Соответственно, следующее. Это цвет описания. Вы видите, он сразу меняется у всех элементов. Дальше title. Это уже идет типография. Здесь по умолчанию размер шрифта. Межстрочный, межбуквенный интервал. Все в традициях элементов. Дальше, я думаю, смысла нет показывать. Здесь отступы и так далее. Следующий бокс. Это у нас идет уже цвет. То есть первое. Это идет color. Именно такая тоненькая рамочка вокруг наших вот этих вот элементов. Соответственно, background. Это заливка. Вы видите, залили цветом. Именно сами вот эти вот плашки. И можно добавить тень к объекту. То есть здесь позиционирование тени. Здесь можно сделать плотность тени. То есть более такая насыщенная, мягкая. И имидж стайл. Просто отступы. Border, radius и padding. Это отступы. Можно просто поиграться. Посмотреть, как будет лучше. Вот они в принципе все настройки. Расширенные настройки. Здесь уже идут обычные настройки Elementor. Сам плагин я показал и рассказал. После всех изменений вам остается лишь нажать обновить на кнопку. И смотреть уже на сайте, как это все выглядит. На этом я урок заканчиваю. И увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал.